Время новостей на Первом Матищинском. В студии Ана Смирнова. Здравствуйте! В эфире информационная программа «День». И вот главные темы этого выпуска. Самозахваченная территория на Волковском шоссе освобождена. В каких целях бизнесмен использовал чужой участок земли? Зайдя на данную территорию, мы увидели здесь бесконечное складирование палетов, максимальное антисанитария. В округе продолжается конкурс палисадников «Матищинская палитра». Какие подъезды успели номинироваться на звание лучших? Будете в процессе до конца лета подсаживать, потому что что-то отсветает, что-то... Обязательно! 5 июня – День эколога России. Главный защитник природы округа Артур Суворов рассказал о любви к своему делу и малой родине. Нужно полностью отдавать себя своему делу. Только так можно достичь каких-то успехов. 30 лет на сцене. Творческий коллектив «Россиянка» отметил круглую дату. Россиянка, россияночка, синеглазая моя. А теперь подробнее. Самовольные постройки снесли на Волковском шоссе. Захват территории в ходе мониторинга земель выявили сотрудники администрации. Здесь располагались ангары, склады, где хранился нелегальный алкоголь, а также размещалась стоянка автомобилей. Все это нерадивый предприниматель сдавал в аренду за немалые деньги. Но теперь объекты демонтированы. Репортаж Светланы Покровской. Борьба с нарушителями порядка в мытищах продолжается. На этот раз предприниматель всеми силами пытался обойти закон и захватил целых два гектара земли, к слову, которую сдавал за прибыль. Нелегальный бизнес процветал 8 лет. Желающих арендаторов было много. На территорию успели прижиться стоянка грузовых и легковых автомобилей, склады и ангары. После обнаружения нарушений, в том числе санитарных и экологических норм, лжевладельцу было дано время на освобождение земли. Он не просто отказался от этого, но и забыл сказать об этом арендаторам. Но если мы уже работаем вместе, то должно быть какое-то уведомление хотя бы, что у нас, ребята, проблемы, давайте-ка мы потихоньку будем отсюда съезжать. Дали бы время какое. Я подходил, спрашивал, я говорю, как у нас тут, все нормально, все нормально, не переживай. Сотрудники администрации неоднократно встречались и с собственниками имущества, просили освободить территорию. Большая часть оперативно реагировала и вывозила свои вещи. Но были и те, кто яро сопротивлялся и скандалил. Ведь так тяжело расставаться с тем, что создавалось годами. Зайдя на данную территорию, мы увидели здесь бесконечное складирование палетов, максимальное антисанитария, складирование слабоалкогольной продукции, безалкогольной продукции. Здесь были транспортные средства, находящиеся в конкурсной массе, проходящие по делу о банкротстве. Перед сносом администрации было вывешено предупреждающее уведомление. Но даже это не смогло замотивировать активных бизнесменов сменить место локации на законное. Рабочие приступили к разбору. За этот месяц было вывезено просто колоссальное количество отходов, которые незаконно складировались здесь и на этой территории. Немножко в цифрах. Это 27 фур с палетами деревянными. Это 6600 кубометров твердых бытовых отходов, которые были отсюда вывезены на полигон объемом более 100 КАМАЗов. Была проделана большая работа. Для освобождения территории осталось совсем немного. Незаконно построенные склады, ангары, стоянка автомобилей. Все это было демонтировано буквально за полтора месяца. Сейчас на муниципальной территории остался только мусор, который будет вывезен в ближайшее время. На чужих ошибках учатся далеко не все. Неподалеку был обнаружен еще один нелегальный бизнес. На охранной зоне построили пункт приема металлов и даже повесили вывеску. В соответствии с чем также вывешено уведомление о необходимости предоставить документы, подтверждающие законность установки данной коммерческой точки и ограждения. Либо если данные предпринимателей не предоставят документы, подтверждающие легитимность установленных здесь объектов некапитального характера, будет вынесено предписание на добровольный демонтаж снос. Если предписание будет не соблюдено, тогда муниципалитет собственными силами с привлечением подрядных организаций это демонтирует, снесет. Владелец данных объектов не скрылся и обещал в течение одного месяца вывести все с территории. Но сдержит ли он свои обещания, будет известно позже. Светлана Покровская, Вадим Воробьев. Первый Мытищинский. К другим новостям. Сотрудники Мытищинской городской прокуратуры проводят серию встреч в образовательных учреждениях и организациях на весьма злободневную тему – как обезопасить себя от мошенников. Сегодня практически нет человека, который не использовал бы мобильный телефон, компьютер или ноутбук с выходом в интернет. При этом чаще всего мы не задумываемся о своей безопасности, в то время как число преступлений в сфере информационных технологий постоянно растет. Сергей Берзин расскажет подробнее. Современному студенту не надо объяснять, что такое кибермошенничество. Он уверен – его-то обмануть нельзя. В актовом зале колледжа, где предстоит встреча с работниками прокуратуры, немало скептических лиц. Технологии-то все давно известны. На телефонные связи приходят разные личные смс по переводу средств. Мошенники также будут названивать в разных соцсетях, могут написать, могут попросить занять денег. Мой совет – никогда не залезать ни в соцсети, никому никогда не переводить денег. В интернетах могут предлагать услуги по типу, не знаю, валюты в игре, а тебя в итоге обманули на деньги. Мой совет – никому не доверять в интернете. Кажется, все просто. Не будь простаком, и никто тебя не обманет. Но практика последних лет говорит о новом явлении, которому подвержены не только люди старшего поколения, но и молодежь. С чем и пришли к первокурсникам сотрудники городской прокуратуры. Для меня главным элементом лекции – это примеры из жизни. То есть реальные примеры, когда подростки, молодые люди были вовлечены в совершение преступлений и понесли ответственность. Они зачастую не знают всех своих прав и обязанностей. Все начинается с мелкого мошенничества, но оно приводит к тяжким последствиям. Недавний пример. Некто Вячеслав Зайцев, 19 лет, искал работу в соцсетях. Получил предложение быстро заработать 10 тысяч. Облил якобы краской железнодорожный релейный шкаф. Возник пожар, вызвавший перебой в работе транспорта. Диверсия. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет. 8 лет за 10 тысяч, полчаса работы. Это можно назвать глупостью молодого человека, но она объясняется безграничным доверием к анонимному автору в сети. А он-то как раз остался в стороне. Найти этих людей, которые написали в телекраме, крайне сложно, бывает невозможно. За счет средств шифрования, за счет того, что они находятся в других странах, на других континентах. Создается впечатление, что многие пользователи интернета не различают компьютерные игры с реальностью. Виктория Яровицына привела примеры того, как люди весьма грамотные и опытные поддаются психологическому воздействию мошенников. А люди менее опытные просто не различают характер деятельности, в который их вовлекают. Действительно, очень много молодых ребят попадают на скамью подсудимых и за различные преступления. Да, арсенал мошенников и просто уголовных преступников велик и постоянно пополняется. Но юридическая грамотность гарантирует нашу правовую защищенность. Это должен знать каждый. Сергей Берзин, Александр Соломкин, Первый, Мытищинский. К дорожно-транспортной тематике. Акция «Ребенок-пассажир» проходит на дорогах городского округа Мытища. В целях профилактики нарушений сотрудники госавтоинспекции организовывают рейды на оживленных улицах города. Полицейские проводят с водителями разъяснительные беседы на тему детской безопасности. Как гласит народная мудрость, лучшая ДТП – это то, которое не состоялось. Для борьбы с нарушениями правил дорожного движения сотрудники Мытищинской госавтоинспекции проводят акцию «Ребенок-пассажир». Они убеждены – безопасное вождение с детьми на борту должно стать незаблимой нормой. До выезда рекомендуем заранее продумать маршрут и делать выбор в пользу хороших трасс с развитой инфраструктурой. Ни в коем случае не стоит забывать про детские автокресла. Перед движением рекомендуем заблокировать дверные замки. Это позволит предотвратить случайное открытие двери маленьким пассажирам. Главным местом проведения акции стала дорога вблизи торгового центра «Июнь». Именно здесь во второй половине дня наблюдается наиболее оживленный трафик. Одни едут за покупками, другие – в город, а третьи – на даче. Вероятность аварии относительно высока, но допустить ее нельзя. Вы сейчас проходите такой пассажирный рейд, и ребята – пассажиры, правда, какие-то приедут, и все эти маленькие подсказки. Метод массовой проверки многократно снижает риски для маленьких попутчиков. Тем не менее, правила важно соблюдать всегда, в любое время и в любом месте. Эта осторожность не повредит никому. Алина Савыш, Евгений Ощепков, Пиромытищинский. Конкурс полисадников «Пиромытищинская палитра» в самом разгаре. Он проходит под эгидой общественной палаты. До конца лета все желающие могут презентовать красоту своей придомовой территории. Приз разыгрывается в трех номинациях – «Лучший цветник», «В гостях у сказки» и «Волшебный сад». Наш корреспондент расскажет о нескольких ярких работах. Зачастую прилегающая территория говорит о доме намного больше, чем его внутреннее убранство. Именно поэтому члены общественной палаты организовали конкурс полисадников «Мытищинская палитра» – оригинальный способ сделать городской округ чище и красивее. У нас стали поступать заявки из центральной части нашего города. Улица Юбилейная, Слётная, Белобородова. Дальние территории городского округа тоже присылают нам заявки. Например, мытищи 16 очень активно участвуют. Почти каждый день регистрируются новые кандидаты на победу. Яркий пример – полисадник у дома номер 9 по улице Юбилейной. Самой не верится. 96 неименований. Зацвели ирисы, зацвели лилейники, отцветает аквилегия, а всё остальное дальше на подходе. Проведение конкурса контролирует лично председатель общественной палаты Игорь Савош. Что интересно, помимо участия, конкурсанты активно делятся своими достижениями, строят планы и задают вопросы. Будете в процессе до конца лета подсаживать, потому что что-то отцветает, что-то... Обязательно. Мы здесь ежедневно работаем, поливаем, подсаживаем. Не менее интересные цветники есть и в других домах. Например, во дворе по адресу Юбилейная 11, корпус 1, неравнодушные мытищинцы сами сплели изгородь и соорудили пугало. Их соседи из высотки напротив тоже любят заниматься благоустройством. И от той изгороди, вот голод от того дерева, это все мое. И все одна. В одно положение. Ну я его это облагорожу, вот сегодня, завтра. А так у меня вот цветы цветают, ромашки цветут. Конкурс «Мытищинская палитра» уже многолетний. Обходится без жителей пятиэтажки номер 18, корпус 5 по улице Летной. Необычный двор украшают десятки самодельных зверей. Котята, лисята, поросята, ягнята и ежики. Решила сделать подделки, потому что я этим увлекаюсь, мне нравится. Из пластиковых бутылок я делаю там, дают шишки от орехов. Я это все склеиваю, собираю. До конца конкурса осталось еще три месяца. Но уже сейчас можно невооруженным глазом заметить нешуточный накал страстей. Интересно, сколько дворов еще захотят стать частью состязаний. Если живете в «Мытищах» и тоже желаете бороться за заветные призы в виде редких семян или инструментов, присылайте вашу работу на электронную почту, которую вы видите на экране. Не исключено, что следующим победителем станете именно вы. Светлана Покровская, Евгений Ощепков. Первый «Мытищинский». Продолжаем выпуск. Сегодня профессиональный праздник отмечают защитники природы. 5 июня – День эколога России и Всемирный день окружающей среды. Поздравления получают ученые, работники заповедных территорий и природоохранных организаций, активисты, волонтеры. В «Мытищах» управления экологией уже несколько лет возглавляет Артур Суворов. Важную дату он, как всегда, отмечает на работе. Однако для нашей съемочной группы он выделил время. О любви к профессии и малой родине наш земляк рассказал в рубрике «Мытищи – это мы». Артур Суворов не может оторвать взгляд от видов, которые открываются на новом туристическом объекте в Лосином острове. Орнитологическая тропа начала свою работу в национальном парке совсем недавно. Главный эколог Мытищ любуется водной гладью заповедных болот, слушает шелест берез и пений пернатых. Беззаветная любовь к природе и окружающему миру появилась у нашего земляка в самом детстве. Всегда было интересно изучать все процессы, которые протекают в живой природе. Всегда любил лес, всегда с детства у меня с дедушкой. Ходил на рыбал, ходил за ягодами. Наверное, это тоже заложило фундамент в дальнейшем. У меня отец до сих пор очень любит растения выращивать. У нас большой сад, природа, экология. Это она с меня с детских лет вела. Я в детстве всегда любил уроки биологии, географии. Окончив бакалавриат в Мытищинском листе, Артур стал дипломированным специалистом по уходу за деревьями в городской среде, а после защитил магистрскую диссертацию. Его карьерный путь начался в природоохранной сфере. Он работал в леспаркхозе, участвовал в развитии Мытищинского лесопарка, затем возглавил управление экологией администрации, создавал команду с нуля. Тогда защитники природы серьезно встали на стражу чистоты нашего округа. Загрязнение земли, водных объектов, воздуха. Экологические проблемы Мытищ были не на вы, как и в любом другом мегаполисе. В свой профессиональный праздник Артур делится теми результатами, что удалось достичь за последние годы. Один из главных – ликвидация несанкционированных свалок. Когда я сюда пришел, у нас были свалки по тысяче кубометров, где просто завозили бесконтрольно. А сейчас сброс мусора сведен к минимуму, что к нам сейчас даже приезжают с Москвы принимать опыт, потому что перевозчики переместились к ним. Отдельного внимания заслуживает работа, которая проделана на водных объектах Мытищ. С завидной регулярностью проводятся субботники на берегах Яузы, Клязьминском водохранилище. И главный эколог не пропускает ни одну акцию. Под его личным контролем условия обитания и жизнедеятельность рыб в реках и прудах, которые, кстати, ежегодно участвуют в проектах по очистке. Мы гордимся нашими результатами по очистке прудов, особенно теми, которые были реализованы, например, на Сукронке. Мы вывезли оттуда несколько тысяч километров иловых отложений, сделали потрясающий, глубокий, хороший пруд. В этом году мы реализуем такой же пруд на улице Семашка. Там также будет углубление, фонтан, домик для уточек. Мы надеемся, что наши жители замечают к лучшему изменению наших водных объектов. С особым чувством Арту рассказывает о кабанах, которые прославились на всю Россию. Парнокопытные, которые выходили из Лосиного острова и беспокоили местных жителей, стали все меньше появляться в лентах соцсетей с хэштегом «Мытища». Продолжается большая работа по отлову диких животных, зафиксированных в черте города. И неважно, какое время на часах, если на кону – безопасность горожан. Эколог со своей командой ведет борьбу и в минус 20, и за полночь. Это наши, наверное, известные уже на всю страну и любимые кабаны. И мы проводим сильно большую работу по их отлову. В некоторых ситуациях приходилось ловить чуть ли не голыми руками этих кабанов. Но сейчас уже работа происходит достаточно гладко, с применением более сильных препаратов для того, чтобы животное быстрее засыпало и не травмировало себя. Ситуация с кабанами действительно становится утешительной. За все время мытищинским экологам удалось выловить и перевезти в естественную среду 10 особей. А еще подключилось руководство Лосиного острова. Рабочие занялись монтажом забора на границе с поселком Дружба. И все это благодаря упорным усилиям Артура Суворова, который горит своим делом и мечтает, чтобы горожане жили в согласии с флорой и фауной нашего округа. Я всегда был такого мнения, что нужно полностью отдавать себя своему делу. Только так можно достичь каких-то успехов, только так можно достичь результатов. К сожалению или к счастью в нашей жизни чудес не бывает. И только так, по такому принципу и живем. Когда не сдаемся, работаем, победа будет за нами. И даже свой праздник он проводит на работе. Эколог на страже охраны окружающей среды нашего округа буквально круглосуточно 24 на 7. Про таких говорят профессионал до мозга костей. Анна Смирнова, Вадим Воробьев, Первый Мытищинский. И в продолжении темы. В это воскресенье у торгового центра Фодейли состоится экологическая акция, где каждый сможет подарить ненужным вещам вторую жизнь. Однако это не единственная возможность помочь природе. Мои коллеги узнали на улицах города, как мытищинцы заботятся об окружающей среде. Я стараюсь, конечно. Там бутылочки вот у нас пластиковые отдельно. Дальше пищевые отходы, дальше картоночки можно положить. Сейчас вот хорошо поставили ящики специально для одежды. Где мусорки? Сразу принес, положил туда. Уже никто не разбрасывает. Я покупаю кофе каждый день. И получается, что дают эти пластиковые стаканы. Я из-за этого расстраиваюсь, потому что я понимаю, что это очень большой объем. То есть если я беру одна каждый день, сколько людей берет, я все пытаюсь себе купить какую-нибудь одноразовую, ну вот не одноразовую, а наоборот многоразовую стаканчик, которая сейчас складывается, это же круто, удобно. Но пока еще этого не сделала, но надеюсь, что сделаю. Мысли есть. Если у всех будут мысли, мы потихонечку к этому придем. Пользую пластиковые контейнеры дома в еде. Использую только стеклянные. В принципе, это и все наши привычки. Ну и так мусор подбираем. У меня ребенок любит его собирать. Мы его собираем, мусорки уносим. Ну вещи у нас там есть специальные. Вот мы сортируем отдельно там, скидываем. А так, что остается из вещей, отдаем у нас. Занимается теща. Как туда вещи собирают, более-менее. И малоимущим отдают. Вот отдаем туда. Я, как волонтер, прежде всего, уважаю всю внешнюю экологическую среду и помогаю ей, как могу. Мы высаживаем деревья с нашим экологическим отрядом, собираем мусор, убираемся на территориях, сдаем крышечки. Ездим на волонтерские сборы, где также перерабатывают все вот эти вторсырье. И помогаем сдавать и перерабатывать это все так же. То есть следим полностью за окружающей средой. Я мусор отдельно сортирую, если есть возможность, отдельно выбрасываем, это да. Но остальное нужно соблюдать чистоту всему еще. А теперь о культуре. Выставка «Чудесная страна» продолжает свою работу в Матичинской галерее искусств. На экспозиции можно увидеть десятки рисунков юных дарований из художественных школ округа. Наши талантливые земляки представили более 300 произведений. Подробности в следующем сюжете. В галерее искусств – настоящий аншлаг. Посетителей так много, что едва на всех хватает стульев. Выставка «Чудесная страна» предлагает гостям самые разные картины. Пейзажи, натюрморты и даже автопортреты в исторических костюмах. Все это написано руками маленьких мастеров. Здесь представлено несколько направлений, несколько школ, студий. Это очень интересно. Поэтому выделить как-то, какая работа лучшая, даже невозможно. Я хочу пожелать всем детям творчества во всем, чем бы они ни занимались. Мытищинцы внимательно разглядывают многочисленные композиции. Воспитанники художественных школ фотографируются на фоне своих работ. Они надеются, что их взгляд на мир будет оценен по достоинству. Уже с 2011 года эта выставка проводится. Выставка «Чудесная страна детского творчества» и пользуется большим интересом. Я думаю, что мы сегодня, ребята, с удовольствием посмотрим ваше творчество. Удивимся, вдохновимся. И, наверное, это нам даст определенный задел на дальнейшую нашу летнюю трудовую деятельность. Покорением новых культурных горизонтов занимаются не только юные художники, но и их мудрые наставники. Наиболее отличившиеся педагоги под аплодисменты зала получают благодарственные грамоты. Вместе с подопечными они создают действительно уникальные работы. В этом году мы представили проект «Мытищи. Взгляд насквозь». Это коллективный проект. Здесь работали и дети, и наши замечательные преподаватели. Основная идея проекта – показать историю родного города. До 30 июня каждый желающий сможет посмотреть на работы юных земляков. Выставка «Чудесная страна» – пример того, как искусство делает нашу жизнь ярче и лучше. Останавливаться на достигнутом ребята не намерены. Рано или поздно мир покорит новый Воснецов или Репин. На сей раз уже из «Мытищ». Анна Смирнова, Евгений Ощепков, Александр Соломкин. Первом «Мытищинский». И еще о культуре. Творческий коллектив «Россиянка» отметил свой 30-й день рождения. Юбилейный концерт на сцене Дворца культуры Яуза стал важной вехой в истории народного ансамбля. Программа мероприятия включала в себя как песни, так и танцы. На живое выступление пришли мытищинцы самых разных возрастов. Наша съемочная группа разделила эмоции вместе с ними. Мы гостей встречаем хлебом, солью, звонкой песней и теплом души. День рождения нынче отмечаем и гостям всем рады от души. В Большом зале Дворца культуры особенное выступление. Юбилейный концерт ансамбля «Россиянка». Символично, что день своего основания коллектив празднует именно здесь. Яуза – ровесник творческой команды. Посмотреть на артистов прибыли поклонники народной музыки со всего Подмосковья. Я просто очень люблю русские песни. В семье у меня пели очень хорошо родители. Поэтому я как-то стараюсь приходить на все концерты, которые на эту тематику. Я тоже немножко пою. И для поднятия настроения очень хорошо. Чем дома сидеть, лучше ходить на концерт. Несмотря на богатый опыт участниц коллектива, каждый следующий концерт воспринимается ими как нечто новое и уникальное. Мелодичные голоса исполнителей сопровождаются звуками ложек, баяна, балалайки и бубна. Завершает образ аутентичные костюмы, будто переносящие зрителей в сказки далекого детства. На живое выступление пришли мытичницы самых разных возрастов. Динамичные частушки помогают отвлечься от рутины и почувствовать связь с вековыми традициями. Под аплодисменты зала самые талантливые вокалистки получают почетные грамоты. После этого на сцену выносят белокрасный торт с тремя свечками. Каждая символизирует декаду упорного труда. В конце совместное фото и подведение итогов за прошедшие десятилетия. Я в ансамбле с самого основания. Я с удовольствием всегда ходила на репетиции. Мы начинали с фольклора. То есть у нас были фольклорные песни, потом перешли на авторские песни. Я всем советую петь в хоре. И вообще петь, наслаждаться песней. И петь всегда от души. Огромное внимание участницы «Россиянки» уделяют совместной работе с молодым поколением. Например, хореографическим коллективом «Радуга». Мы будем выступать сегодня с номером на гуляние. Это такой очень интересный номер. Мы играем так, будто бы мы пытаемся у старших девочек отнять платочки. А они нам не разрешают. У нас происходит такая игра. И мы хотим показать это на сцене, чтобы зрителям было тоже интересно на это посмотреть. Творчество народных ансамблей – образец профессионализма и любви к своему делу. Позади 30 лет бурной сценической деятельности. Впереди намного больше. Сергей Берзин, Евгений Ощепков, Михаил Петров, Лала Керимова, Первый, Мытищинский. На этом у нас все. Спасибо, что были с нами. Далее прогноз погоды. Не забывайте, Первый, Мытищинский есть и в социальных сетях. Будьте с нами в ВКонтакте, в Телеграме и Одноклассниках. Всего доброго и до свидания. Новый, Медовик, Лабора Керимова, Первый, Мытищинский. велосипеде проверь, исправны ли тормоза и звонок. Держаться за руль нужно обязательно обеими руками. Пересекать дорогу можно только по переходу и обязательно пешком. Всегда соблюдай эти простые правила и велопрогулка будет безопасной. Анна – мама шестерых детей. В течение дня она меняет множество профессий. Утром – шеф-повар, днем педагог, клининг-менеджер, рефери, доктор, швея, электрик, а поздним вечером – соблазнительница. Потому что быть мамой сложно. В мире есть много сложных вещей. А сортировать отходы – просто. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова